Пантеон памяти С инициативой создания памятника 6 лет назад выступили тверские ветераны. Фронтовики просили создать такой мемориал, который бы напоминал подрастающему поколению о ратных и трудных моментах нашей истории. Однако не прошло и двух лет, как о сооружении твертьяне неожиданно заговорили в совсем других негативных красках. Пантеон памяти пропавших миллионов. Именно так сегодня его именуют возмущенные жители. Мимо такого сооружения сегодня ни один неравнодушный человек не пройдет. Неработающая чаша вечного огня, падающая с потолка ротонды лепнина. Перечислять увиденное можно довольно долго. Этот пантеон памяти сегодня держит настоящую круговую оборону. Путь к нему преграждает гравий под ногами, а ступеньки буквально рассыпаются от каждого прикосновения. В спешке его построили, в спешке его к дню освобождения Калинина сдали. И с тех пор, пожалуй, никого не волнует. Вы посмотрите, что делается. Вы посмотрите даже такую вещь. Вот, казалось бы, делали. Неужели нельзя было сделать, чтобы розетки были спрятаны? А всю зиму я гулял с ней, всю зиму я поправлял эту розетку, убирал, чтобы она хоть осталась живой. Год назад только делали, и сейчас уже все разваливается. Как делают? Чего смотрят? Проверяют их или нет? Не знаю, безобразие прямо. О пантеоне памяти городские чиновники сегодня предпочитают не говорить. На одном из заседаний городской думы один из народных избранников и вовсе посоветовал его снести. О том, куда ушли бюджетные деньги, твертьяне строят догадки. Своё собственное расследование провёл блогер портала «Твериград». Оказалось, что ротонду стоимостью свыше 8 миллионов рублей возводила компания «Союзстроинвест». Двухлетний гарантийный срок на работы пока ещё не истёк. Однако претензий к подрядчику администрация города до сих пор никаких не предъявляла. Об этом по телефону заявил сам генеральный директор «Союзстроинвест». О стремительном разрушении пантеона памяти, как признался он, даже не слышал. Вообще халатные отношения, халатные, никакого нету ответственности никакой, никакой. Ну почему не сделать как следует, а? Нет, вот кое-как, кое-как. Кажется, что время в этих катакомбах, которые должны были стать второй очередью проекта пантеона памяти, просто остановилось. Судя по всему, строители бежали отсюда, как французы из Москвы, оставили даже деревянную опалубку. Облагораживанием территории и возведением 14 памятных щитов позади ротонды должна была заниматься уже другая фирма. По данным блогера Ректверь, аукцион на 34 миллиона рублей выиграл стройпроект «Сервис». До октября 2012 года фирма, если верить конкурсной документации, обязалась построить три входных группы стелы, замостить тротуары, аллеи, облицевать плиткой большой бассейн, украсить клумбы коваными ограждениями, вокруг пантеона выложить гранитные брусчатки и полы, построить смотровую площадку в граните. В общем, слов слишком много, чего не скажешь про дела. Судьба подрядчика, равно как и выделенных на проведение работ миллионов, в Твертья нам сегодня неизвестно. Да, мы говляем здесь каждый день. Могу за последний год рассказать развитие событий. Здесь было все обтянуто пленкой, и вот этот плакат красовался. Строительные работы. Ничего, за год ни одного человека, здесь даже мигма проходящего не было. 8 мая стянули пленку, 9 мая вот эту черепицу отбили. Все. Вот так в долгострой в областной столице умеют превращать не только жилые дома, но и памятники героям, сетуют жители. И это, несмотря на то, что Твери всего пару лет назад было присвоено звание города воинской славы. Видимо, не зря в народе говорят, звание мало заслужить, главное уметь его гордо нести. Конечно, обидно за тех, кто в голову положил. Красивые слова написали, но это закончилось. Вот этот формализм – это самое страшное, что есть в нашем обществе. Ирина Ковень, Станислав Конышев, РЕН-ТВ-пилот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова